В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Скорая помощь станет оснащеннее на семь новых машин. В Рязанском районе упал самодельный самолет, погиб пилот. Электронные билеты вместо счастливых в Рязани заработала новая форма оплаты проезда. И рязанские инженеры одержали победу на соревнованиях лодок на солнечных батареях. Семь новых автомобилей скорой помощи в пятницу выстроились в ряд на площади Театральная. Машины оборудованы по современным стандартам, начиная от удобных кресел и носилок до реанимационного оборудования. Новые газели заменят пятую часть автопарка Рязанской станции скорой помощи и отправятся по маршруту уже со следующей недели. На торжественное вручение автомобилей побывала Анна Герцовская. Машина скорой помощи – это первая инстанция на пути к спасению человека. Это даже не реанимационный автомобиль, но здесь есть все необходимое, чтобы спасти человека даже при остановке дыхания, сердца и прочих серьезных проблемах. Семь новых газелей пока еще опечатаны, но внутри каждой из машин ждет своей работы новое оборудование. Трудно поспорить, что в механизме работы скорой помощи автомобиль является одним из ключевых факторов. Машины оборудованы самым необходимым для оказания первой медицинской помощи. То есть в машине имеется дефибриллятор, аппарат ЭКГ, глюкометр имеется, ингалятор, отсос. Медработники рады. Они признаются, что очень благодарны государству за новые автомобили, которые улучшат и условия их труда и повлияют на мобильность скорой помощи. Вручить ключи от бело-красных машин сотрудникам скорой помощи приехал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Вот эти машины, они позволят вам оказывать ту необходимую скорую медицинскую помощь людям более качественно, более эффективно. Да и думаю, и работаться в этих условиях самому персоналу, и водителям, и врачам, и феншерам будет, конечно, безусловно, наверное, комфортнее и увереннее. Они будут себя чувствовать. Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, который посещает область с рабочей поездкой, в свою очередь отметил, что программа, благодаря которой автопарк скорой помощи пополнился, продолжится. Национальный проект здоровья возвращается в страну на совершенно новом качественном уровне. Мы начинаем второй этап. Эти машины – это первая, самая небольшая часть того этапа, который сегодня начинается. Вскоре регион получит еще четыре полноприводных УАЗа для нужд скорой помощи. Они поступят в центральные районные больницы Касимовского, Старожиловского, Сапожковского и Ермишинского районов. 4 сентября недалеко от аэродрома Протасово Рязанского района рухнул легкомоторный самолет. Погиб его пилот – 57-летний рязанец. Воздушное средство было самодельным. Это видео снимали сами конструкторы самодельного самолета. Именно он разбился в воскресенье 4 сентября под Рязанью. Здесь самолет еще не в последней своей комплектации. Вместо двух двигателей – один. За штурвалом погибший 57-летний рязанец Олег Колчин. После приземления он рассказывает, что при нужной скорости высоты все равно не добирает. Как есть крылья эти, что нет. Точно так же валит. Точно так же вверх не хочет лететь. Что пошло не так в самодельной машине, пока неизвестно. Риски от управления такими ненадежными аппаратами всегда слишком велики. Незамедлительно, по данной информации, на место события были отправлены силы и средства в количестве 8 единиц техники и 22 человека. На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники транспортной прокуратуры. Из объяснений очевидцев следует, что самолет под управлением указанного пилота без уведомления органов воздушного движения взлетел с полей недалеко от места крушения и пролетал перпендикулярно краю полосы. На высоте примерно около 10-15 метров при осуществлении разворота данный самолет потерпел крушение. Олег Колчин известный рязанский дельталетчик. Он же был хозяином летательного аппарата и его конструктором. Мужчина конструировал этот самолет в течение 10 лет. Тестировал его на аэродроме Протасова. В воскресенье решил испытать судно в воздухе. После взлета, сделав один поворот, самолет стал терять скорость. Пошел на снижение и врезался в землю под углом приблизительно в 70 градусов. Пилот погиб. Разбившийся самолет не был зарегистрирован. Проходил испытания и дорабатывался. С 1 сентября в муниципальном транспорте Рязани стали выдавать чеки вместо билетов. На чеках есть дата, время выдачи и номер маршрута. Что же касается номера самого чека, то он теперь четырехзначный вместо привычного шестизначного. Реформы начались 1 января 2013 года, когда муниципальный общественный транспорт в областном центре перешел на новый уровень работы. После длительной подготовки в рязанских автобусах и троллейбусах была введена электронная система оплаты проезда. Первым электронный билет получили льготные категории граждан – пенсионеры, студенты, школьники. Ну, проездные, бумажные. Они как были, так и остались. Они их просто предъявляют. А это льготники, студенты, школьники и все пенсионеры, они практически с карты ездят на их. И кто оплачивает нам за деньги, мы тоже продвигаем теперь с аппарата. У кондуктора теперь специальный терминал. Он легче и удобнее. Считывает всю информацию с проездного билета. А процесс оплаты занимает всего несколько секунд. Он сам легче, компактнее, удобнее. Обслуживание быстрее идет. Пассажиры пока еще разрешаются? Тяжелее с пассажирами работать. Пассажирам неудобно. Так что нужно доставать из... Очень сложно им достать карту. Пассажир вместо привычных получает билет нового образца. В нем указаны даты и время, номер маршрута и транспортного средства. Наименование предприятия-перевозчика, а также уникальный номер, который как ни складывай, счастливого не получишь. Пять плюс девять получает четырнадцать, а вот шестнадцать. Но счастливый билет не получается. Да, жалуются, конечно. Но теперь вот ничто не посчитаешь. Счастливых нет билетов. Вы раньше складывали цифры? Да? Ели? Что-то дело. Раньше мы их съедали. Когда на единицу отличали, мы их прятались, ждали какой-то встречи. Вот. А сейчас? А сейчас нужно планировать встречи заранее и не ждать счастливого билета. А, ну я вот не планировал встречи, а вот с вами встретился. Сами строить будем свое счастье и искать троллейбусы. Кстати, например, в Петрозаводске троллейбусное управление советует не выбрасывать новые билеты. Номера участвуют в розыгрыше и пассажиры могут стать обладателем не только счастливого номера, но и подарков, произнового билета или зарядного устройства для телефона. В Рязани новая система позволит накопить статистику пассажиропотока, что поможет в дальнейшем провести оптимизацию маршрутной сети. А счастье все равно улыбнется каждому, вне зависимости от способа оплаты. В конце августа в маршрутном такси города произошел инцидент, в ходе которого водитель оскорбил пассажира, используя нецензурную брань. Конфликт сняли на видео и выложили в соцсеть. Случай получил большой общественный резонанс. В итоге водитель маршрутки, оскорбивший пассажира, был уволен. Половину коммерческих автобусов в Рязани обслуживают иностранные рабочие. Узбеки, реже таджики и азербайджанцы. У населения много претензий. Русский язык водители знают плохо, на дороге лихачат, правил не соблюдают. Но найти русскоговорящих мигрантов оказывается проще, чем искать местных водителей с трехлетним стажем. В итоге по всей стране происходят перепалки в салонах маршруток, что омрачает и без того зачастую непростую атмосферу на дороге. Так в Рязани произошел конфликт между пассажирами маршрутки и водителем-мигрантом. В перепалку вступил пенсионер, который в резкой форме высказал замечание мигранту. Однако в ответ услышал матерную брань. В итоге водителя рязанской маршрутки, оскорбившего пассажира, уволили. А в интернете появилась петиция с требованием проверять психическое состояние водителей маршруток. Скажите, пожалуйста, хомят ли маршрутки у водителя-массажира? Да, вроде нет. Петиция появилась в интернете, что нужно проверять психическое состояние водителей. Нужно проверять? Вообще-то да. Почему? Зачем? А потому что некоторые ездят, так скажем, после выходных особенно. Надо. Весность большая у них из-за людей. И в экстренных ситуациях надо вести себя подобающим образом. То есть какие-то тренинги, может быть, для них устраиваются. Ну, что-то надо делать, конечно. А обследовать обязательно. Нужно, желательно. Зачем? Ну, бывает нервные. То покажут остановку вот там. То еще что-нибудь. Бывали, сталкивались, да? Было, было. А с хамством? Хомят пассажирам? Иногда пассажир бывает им. А не за рулем, надо как-то уважать это, что все-таки тяжело. Я считаю, что обязательно нужно. Потому что иначе действительно контроль он просто может потерять водителя. И вдруг что случится, я думаю, что обязательно нужно. Петиция появилась в интернете, что нужно проверять психическое состояние водителей маршрутов. Нужно проверять? Ну, общее состояние, наверное, скорее всего. Не только психическое. В интернете появилась петиция проверять психическое состояние водителей маршрутов. Вы бы подписали такую петицию? И если бы дал, то позади. Зачем? Да, я бы подписала. Потому что действительно психическое состояние наших граждан в настоящее время зависит от наших жизненных обстоятельств. А так как это человек, который ответственен за множество пассажиров, в которые у него маршрутки, конечно, я думаю, что тесты психологические он должен проходить. Я подписал эту петицию. Я однажды ехал с маршрутчиком, сидел на переднем сидении, который брал плату за проезд. И в полочку, где у него лежат, собственно, деньги, просто вот их швырял, они выпрыгивали обратно, там падали на коврик. Но при этом он ничего не говорил пассажирам. То есть, видимо, он внутри как-то переживал. Честно говоря, ехать было напряжно, потому что хотелось скорее доехать и выйти. С наступлением осени все больше горожан завершают свои дела на дачных участках. Многие из них оставят свои загородные дома на всю зиму без присмотра. В свою очередь, сотрудники полиции начинают сезонные профилактические мероприятия, касающиеся дачных краж. В текущем году зарегистрировано уже порядка 100 подобных преступлений, но, к сожалению, не всегда дачникам удается вернуть свое украденное имущество. Покидая свои дачи, полиция рекомендует гражданам по возможности все ценные вещи забирать в город. Кому-то, конечно, не хочется увозить технику, микроволновые печи, телевизоры. Люди стараются как можно хитрее спрятать это внутри дома, сараев, что они только не придумывают. Но дачные воры тоже весьма изобретательные люди. Они специализируются на таких вот спрятанных вещах. Смогут найти телевизор и в подвале, в скрытой даче или бане. Даже если вещи все-таки увезены с дачного участка, желательно периодически приглядывать за загородным домом, не оставлять его до следующего лета. В связи с этим, после уезда или оставления ваших дачных домов, если есть соседи, которые постоянно там проживают, предупредите их, чтобы они позаботились о ваших хозяйствах. Если таковых нету, рекомендую вам периодически, в период зимнего времени, посещать свое имущество и смотреть, не побывал ли там кто-то другой. При обнаружении признаков преступления или проникновения в загородный дом, гражданам нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию. По словам представителей правоохранительных органов, с их стороны будут приняты все меры по недопущению дачных краж. Для этого будет проводиться работа с подучетным элементом, а также с ранее судимыми лицами за данный вид преступлений. Но несмотря на это, еще раз напоминаем вам, берегите свои дачи и ценные вещи. В двух рязанских детских садах открылись дополнительные группы для двухлеток. 1 сентября в дошкольные учреждения города пришли 24,5 тысячи детей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Открытие новых групп решит проблему обеспечения местами детей двухлетнего возраста. Сегодня в детских садиках «Жемчужинка» и «Кораблик» большой праздник. Тут открылись новые группы для самых маленьких рязанцев. Мы искренне поздравляем вас с открытием новой группы «Юнга» в нашем детском саду номер 112 «Кораблик». Открытие дополнительных групп – это одна из приоритетных задач муниципальных властей. Ведь по статистике в дошкольные учебные заведения с каждым годом приходит все больше и больше детей. В этом году в детских садах города Рязани 1 сентября пришли 24,5 тысячи детей. Если мы берем прошлый год, то это на полторы тысячи больше. И если проблему с обеспечением детей трех-шести лет местами в детских садах в городе решили, то дети двухлетнего возраста не всегда могут туда попасть. В течение года оптимизация будет продолжена, и открытие дополнительных групп будет продолжаться. Что касается средств, то для открытия этих дополнительных групп региональный бюджет выделил свои резервные фонды. По заданию главы администрации города Рязани изыскивались резервы, имеющиеся, искались помещения, которые можно было бы переделать и дополнительно открыть группы. По словам Ларисы Крахалевой, в сентябре откроются еще несколько дополнительных групп для детей от двух лет. Открываются в пяти садах шесть групп, которые принимают детей двухлетнего возраста, двух-трехлетнего возраста. И это еще 150 малышей смогут посещать детские сады. А в созданных дополнительных группах в детских садах номер 4 и номер 112 с этого дня занимаются 20 рязанских малышей. О детях на этой неделе говорили на фестивале День Аиста, который в третий раз стартовал в Рязани. Сами организаторы отмечают, что это фестиваль не для какой-то одной категории. Он для многодетных семей, для приемных и для замещающих, для тех, где ребенка воспитывает один из родителей, и для тех, кто их только планирует. На одном из фестивальных мероприятий побывал и наш корреспондент. Первый день фестиваля начался с показа фильмов и реальных историй. Среди главных героев были и рязанцы. Вот один из кадров документального кино. Режиссер картин говорит, что ему хочется передать те истории, которые так часто бывают далеки от понимания многих людей. В которых один человек может пройти через инвалидность, детский дом и тем не менее добиться больших результатов. Минута славы, участие в паралимпийских играх. Есть момент того, что эти фильмы мотивируют этих детей стать кем-то дальше. Я надеюсь, что это возможно произойдет. Подобные картины показывают по всей стране в рамках проекта по поддержке детей из детских домов. Одна из основных задач этого проекта – просвещение общества, государства, СМИ. О том, что у воспитанников детских домов есть трудности на выпуске. Самостоятельность, оплата жилья, учеба, контакт с родителями, с обществом. Многие не справляются с этим, потому что сложности начинают угнетать. У вас в Рязанской области есть уже ряд организаций, которые реструктуризировались и стали заниматься не подарками в детских домах, а конкретным наставничным сопровождением детей. Это только в Рязанской области. Сейчас в России открываются и наставнические центры, и появляется наставническое сопровождение, потому что ребенку очень сложно самостоятельно справиться с трудностями, ему нужен в хорошем смысле поводырь. По всей России уже не первый год показывают такие картины. Конечно, большое внимание уделяют именно детям, оказавшимся в детском доме или в сложной ситуации. Но и для любого человека фильмы становится сильным мотиватором. В этот день рязанские школьники посмотрели несколько картин. После каждой из них они могли обсудить друг с другом и с руководителями проекта все интересующие их вопросы. Для любого ребенка важно понимание того, как могут жить другие люди, почувствовать ценность своей жизни и понять, как можно помочь тем, кто в этом нуждается. Не дарите игрушки, а дарите себя, свое внимание, поддержку и заботу друг к другу. Вот девиз этого проекта. Именно время, потраченное на другого человека, порой помогает даже спасти ему жизнь. Рязань присоединилась к всероссийской акции «Вода России». Ее цель – очистить водоемы по всей стране. Программа стартовала 1 июля и продлится до 30 сентября. На данный момент провели работы во многих населенных пунктах области. Активисты на этой неделе навели порядок на озере Орешек. Бесспорно, лесополоса от торгового городка и до озера Ореховое является излюбленной зоной отдыха горожан. Это одно из самых удобных мест для совершения утренней пробежки, вечернего катания на велосипедах, прогулки молодых парочек и пожилых людей. Но за теплый сезон у прибрежной зоны скапливается большое количество мусора. Несомненно, радует, что ответственных горожан, желающих поддерживать город в чистоте, намного больше, чем любителей разбросать свои отходы. Сегодня на Орешке прошел субботник. Сегодня здесь мы собрались для того, чтобы провести уборку береговой линии реки Ака и реки Трубиш от проезда речников до впадения в реку Ака. Здесь постоянно скапливается мусор от отдыхающих. Люди с собой его не убирают, поэтому возникает постоянная необходимость здесь наводить порядок. Уборка зеленых зон тема актуальна не только по весне, но и в преддверии зимы. Ведь ничего хорошего не выйдет, если слой снега спрячет под собой бытовые отходы, оставленные отдыхающими за лето. Потому субботники осенью проводятся также активно. Ну а участие Рязани в акции «Вода России» стало уже доброй традицией. Откликнулись на предложение на проведение этой акции. И Министерство природопользования и экологии Рязанской области поддержали первую эту акцию. Росприроднадзор по Рязанской области, отдел водных ресурсов Московского-Соокского, бассейн водного управления, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, а также волонтеры. Администрация города оказывает как техническую поддержку, это предоставляет транспорт для вывоза мусора, предоставляет шансовый инструмент и мешки. Ну и волонтеры. В общей сложности, наверное, сегодня здесь нас будет человек 70. Честно говоря, таким занимаюсь уже не первый раз. Ну, надоедает уже. Особенно вот если вот иду к своему дому. И уходу к своему дому, конечно, упираю. И выхожу, и на том месте убирал, и опять грязь появляется. Напрягает очень сильно. Здесь летом каждый день появляешь. Очень много мусора. Отдыхают здесь все. Я думаю, это одна из самых лучших таких рекреационных наших зон. Особенно даже сейчас в внутреннее время видно, что мамы с детьми гуляют. Это надо, чтобы даже в первую очередь здоровье детей было экологически, как говорится, чистым и дышалось нам лучше. Поэтому нужно убирать как можно чаще. С 19 сентября будет официально объявлен месячник по благоустройству города. Каждый желающий сможет начать делать Рязань еще красивее со своего двора, а в дальнейшем подключиться и к массовой уборке города. Астероид размером с автобус пронесся мимо Земли в среду 7 сентября на очень близком, но безопасном расстоянии. Ученые обнаружили объект в понедельник всего за два дня до его встречи с нашей планетой. На самом деле такие явления могут наблюдать не только астрономы, но и все желающие. О том, что можно увидеть в телескоп из самого центра нашего города, знает Анна Герцовская. С 7 до 9 вечера звезды планеты Луна-Люди. Все они были объединены одним изобретением человечества – телескопом. И теми астрономами, которые принесли его с собой. С 7 вечера в субботу рязанцы еще на светлом небе могли наблюдать заходящую за горизонт Луну. Она находилась в завершении своего цикла и поэтому выглядела тоненьким серпом. Луну видно, прикольно, классно. Первый раз смотрю в такую штуку, очень прикольно. Видны как раз эти кратеры, ну может быть там освещение просто плохое, не знаю. Мне кажется, если ночью смотреть где-нибудь за городом, будет еще круче гораздо видно. Необычно. Понравился контур Луны слева, ну я не знаю, конечно. Хотелось бы еще побольше и поближе рассмотреть. Но как это, в какое время суток попасть надо, не знаю. Они подскажут, да? Ну да, ну да. Астрономы-любители из Рязани прямо на Кремлевском валу проводили экскурс по космическим объектам. Для совсем юных рязанцев они привезли небольшую стремянку, чтобы им было удобнее наблюдать за космическими телами. Смотри, посмотри, есть же там кратеры. Ты можешь закрывать. Такие кружочки. То есть этот серпик состоит еще из кружочков с таких темных. Зеркало, смотри. О, большое питье. Конечно, погода в этот субботний вечер оставляла сомнения, получится ли увидеть Сатурн. Все с нетерпением ждали, когда же он появится уже на потемневшем небе из-за тучи, которая планомерно сдвигалась в сторону. И тут обзор открылся. Как стараемся в субботу? Кольц, кольцо и планета. Слушай, а как... Посмотри еще раз. Как круто видно вообще. Неужели он настоящий? Настоящий. А то нет, ты нам это говорит. Вы нам слайды показываете. Картинки действительно похожи на слайды. Вот такое изображение Сатурна наблюдалось именно в окуляр телескопа. Плоскость колец в этом месяце благоприятно развернута для наблюдений. Бывают моменты, когда Сатурн переворачивает кольца, как говорится, на ребро. Из земли они кажутся очень тоненькими. А сейчас разворот колец хороший. Сатурн повернулся к земле, как будто своей макушкой. Сами астрономы в этот день появились на Кремлевском валу, чтобы объяснить и показать рязанцам, как небесные тела выглядят на самом деле. Ведь намного удобнее смотреть в небо и понимать, что ты видишь. Правда, как это уже отметили сами рязанцы, скорее всего, удобнее было бы наблюдать за космосом, уйдя от городского освещения. Мы планируем выехать за город, где-то, может быть, в конце следующей недели. Там будет как раз Луна в интересной фазе, мы хотим рассмотреть рельеф ее. Может быть, сделать несколько красивых снимков. Но все будет зависеть именно от погоды. Речь идет о текущей неделе, так как эти съемки производились в прошедшую субботу. Если у кого-то появится желание настроить свой телескоп, чтобы со смыслом смотреть ввысь, или отправиться с астрономами наблюдать Луну, можно присоединиться к этим активистам. Все подробности есть на их сайте. В первых числах сентября во Владивостоке состоялись уникальные инженерные соревнования «Солнечная регата-2016». Рязанская команда конструкторского бюро «Аврора» одержала в них победу. Владивосток встретил «Солнечную регату» пасмурной погодой и стремительно надвигающимся тайфуном. Несмотря на сильный дождь, когда стих ветер, первой вышла на воду лодка рязанской команды, и циклон будто бы отступил. Инженерное детище «Авроры» – лодка на солнечных батареях, выполнена из металла и движется исключительно за счет электрической энергии, получаемой от солнечных батарей, которые также изготовлены в Рязани. Лодка разгоняется до 35 км в час, что является довольно высокой скоростью на воде, в особенности для лодок на электрической тяге. О соревнованиях и других проектах конструкторского бюро «Аврора» смотрите полное интервью с его коммерческим директором Виталием Савельевым на наших каналах в программе «Городские встречи». Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин